Всем привет, кисы и коты! Всех с Хэллоуином! Напишите в комментариях, отмечаете ли вы Хэллоуин или нет, наряжались ли вы в кого-нибудь или нет. Я была, например, скелетиком. У меня есть такой костюм, да. Сегодня мы с вами посмотрим Хэллоуинскую историю, в которой уличный котенок стал монстром. Все, кто за три секунды поставит лайк и подпишется на мой канал, к вам сегодня ночью не придет злой котенок-монстр. Три, два, один, ноль. Поставили? Молодцы! Ну а мы начинаем. О, это костюм или это такое животное? Осел и попугай. Это костюм, а нет, это животное. Эй, воу, воу, ее! Ну, в общем, я так понимаю, это парочка друзей осталась одна дома. И решили они устроить партии. Пати-шмати! Вечериночка, вечеринка и все остальное. У них так все светло. Пальмы, солнце, свет, радуга. Как-то не по-хэллоуински слишком. Это он так его будет, а он не хочет вставать. Кот, вставай, у нас вечеринка. Как вы можете пропускать вечеринку? О, вот это очень плохо. Тут проснешься и сразу же уснешь навсегда от страха. Фу-фу-фу! Зато проснулся. Так, слушай, у нас тут Хэллоуин намечается. Они его решили попугать. Бедный кот! Он станет нервным, у него будут психические расстройства. Надеюсь, до него дошло, что это игра. Надеюсь. Хвостик зажал ему высокий осел. Итак, вечеринка продолжается. Они накрашивают баночки с каким-то напитком, вырезают мордочки. И, собственно... О-о-о! Это было круто! Кто там? Кто это у нас? А, это кот их напугал. В общем, я думаю, что они будут его пугать друг друга бесконечно. Пока их только трое, но они же только наряжают дом. Вечеринка скоро будет. Тын-тын-тын-тын. Ва-а! Ой, я бы тоже испугалась. Вообще, в Хэллоуин кажется, что... Все потусторонние силы, они приходят в мир. И это страшно. И кажется, что вдруг, вот именно сейчас, именно в эту, допустим, ночь, ты увидишь что-то такое сверхъестественное. Но, возможно, это так и есть. Надо просто дождаться ночи и внимательнее смотреть. Возможно, одним из сверхъестественных окажется твой друг. Как здесь. Блин, классный костюм у них. Ну вот, у нас пожаловали первые гости. Это две курицы. Петух и курица. Да, ну, в общем, по факту они две курицы. Я так и сказала. Ты один? Где твоя пара? Ммм, гости подходят. Значит, сейчас будет что-то невероятное. Так, короче, когда я перееду в дом, я устрою однажды Хэллоуин. И я засажу всю квартиру, весь двор, такими тыквами светящимися. Вот увидите, увидите. Ой, как хорошо. А, это ты. Он понял, кто из кто. Бедный кот. Ему попадает конкретно, причем. Ты нормальный, нет? Так, так, так. Сейчас будет кошмарная разборка. Кот хотел съесть. Зачем вы не мучают кота? Давайте-ка его сварим. Конечно же, давайте сварим. Ну, а что? Они его вообще напугали изрядно. Может, это какое-то посвящение? Ну, да, они его разыграли. Идет еще у нас... Ах, кто там маленький такой? Четверо маленьких кого? Это же щенок. А, это ребенок, который просит сладости. А кто эти маленькие тыковки? Почему они за ним ходят? А, это наш кот, который переоделся в мумию. Сколько у него нарядов, сколько у него фантазий. Это же прекрасно. Съел все конфеты у ребенка и зашел опять в дом. Эти отмечают свой Хэллоуин, готовят кровавые яблочки. Он должен ртом его поймать. Именно так. Он должен поймать его ртом. Я играла в такую игру. Это только кажется, что это просто. Потому что яблоко в воде. Оно кружится, вертится всяко-разно. И просто невозможно его поймать. Ах, это опять ты портишь мой праздник. Это у нас попугайчик, самый главный организатор праздника. И он его просто все закрыл. Не-не-не-не-не. Тот, кто портит праздник, не должен находиться на празднике. Правда, проучите его уже. Драка. Что за праздник без драки? Нет. Все, коту больше костюм не нужен. У него костюм уже вот такой. Побитый. Побитый. Бомба. Правда? Своих друзей бомбу? Да нет. Это какой-то уже очень подлый прием. Так, так, так. Кот прорвался опять в дом. Что же он там сделает? Все съест. Вернитесь в дом, ребята. Там у вас все запасы еды уже подъедены. Просто подъедены. Короче, он напугал всех гостей, всех друзей. Все съел. И проворачивает это уже не первый раз. Потому что они постоянно выходят из дома, а кот врывается в дом. И тут он его видит. И такой, друзья, друзья, там опять этот чертов кот. Давайте, оказывается, выключим свет. Зайдем. И что там? Сейчас, мне кажется, они его действительно так напугают. Потому что это уже его десятая попытка испортить им праздник. Пиковая дама. Я думаю, что это она. Обожаю. Как это страшно. Капец. Отлично получился Хэллоуин. Потому что кот его никогда в жизни не забудет. Вообще. Так, что это у нас за анимация такая? Макдональдс. Парень с потерянным лицом. Уронил. И не убрал за собой? Эй, такой чистый город. Чего ты его засоряешь? Да, он ничего за собой не убрал. Он за это поплатится. Не надо так делать. Нужно всегда за собой убирать. И куда это он направился? Это у него такая тачка? Ты не туда сел. Какое дурацкое выражение лица у него? И куда он поехал с таким выражением лица? Нужно как-то изменить его. Итак. Ночь. Странные туннели. Странный автомобиль, который непонятно кто ведет. Парень с дурацким лицом. Они врезались как будто бы в нас. Лицо подходит сейчас. Вот идеально. Опа! Это картун-кэт! О, нет. Да-да-да, моргать уже поздно. Вам уже от него не сбежать. Почему он ему улыбается? Они что, друзья? А, он любит котиков. Вот не надо. Это не тот котик, которого нужно любить. Картун-кэта не возьмешь ни на любовь, ни на объятия, ни на что другое. Мне кажется, этот парень просто подумал так. Я уезжаю с этой вечеринки. Просто до свидания. Ты далеко не уедешь. Картун-кэт может просто вытянуть руку и схватить тебя. Так. У нас остался парень со странным лицом. Слушайте, ну он хотя бы поел, так что все с ним нормально. Вылети на его лицо. Э-э-э, не-не-не, бежать бесполезно. Посмотрите, какой быстрый картун-кэт со своими ручищами. Ну и куда ты от него убежишь? Это бесполезно. Но не бежать совсем, это тоже глупо. Темнота. Туннель. Здесь кот. Он везде. Он везде. Не страшно. А-а-а! Что, все? Пары со странным лицом больше нет, а я уже к нему привыкла. Картун-кэт никого не щадит. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Оно получилось немножечко страшноватое, немножечко смешноватое. Ну, в общем, было что посмотреть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok